Сюда Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. И мы поэтому пришли людям рассказать, что этот Содом и Гоморра Бог будет выжигать дотла. Когда? А близко уже всё рядом. При дверях, говорит, все стою у двери стущую, и кто отворит, войду к нему и вечерять буду с ним, и он со мною. А что будет потом? Что потом? Да. Ну, потом будет так. Согласно апокалиптику, 17-18 глава, Москва будет сожжена в один час. И будет на всей... В Москве ничего хорошего не останется? Ничего не будет, а развалины никого не будет. Вся сожжённая будет. А как же храмы? Ну, вы спросили, я отвечаю. То есть храмы тоже сожжут? Дальше говорится, на всей земле будет один царь, границ не будет. И столицей мира будет не Вашингтон, не Москва, не Пекин, а Иерусалим. И будет царь еврей над всей землёй один, из колена данного. И будет царствовать 42 месяца, 3,5 года. И придёт Христос, и убьёт его духом у своих. И будут архангельские трубы, мёртвые все воскреснут до одного. И будет суд Божий. И одни пойдут в рай, а другие в ад сатаной в вечном огне гореть. Это Матфея, 25 глава. Евангелие. Мне всё-таки интересно, а почему храмы-то? Зачем же говорят? Ну, как есть храмы. Господь говорит, камня на камне не останется, потому что всё разрушено будет. Живут только храм, храм. А в храме что, всё за деньги? И Господь это осудил. Дом ваш пуст будет. Мы ходим в храм, мы строим православную деревню. Мы храм построили. Брат у меня священник. Но у нас с тарелкой не ходят. Ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Включённая десятина, которая всё оправдывает. Ясно. Ну, как-то мрач, наверное, всё описали. Ну, если у вас какие-то вопросы, может быть, есть по жизни, о душе, не может быть, чтобы вопросов-то не было. Ну, так сразу-то не сообразишь. А у вас дома-то Библия есть? Нету. А почему? Я родители старой закалки. Советский Союз, наверное, исхоренил вас. То есть я воспитан как атеист. Атеист? А слова «атео» означают «против». А кого против, когда никого нету? Это уже неправильно. Это безбожник. Тут понятно. У нас так учили. Я не спорю, но Советский Союз. Три тысячи лет назад псалмопевец Давыд сказал. Сказал безумец, в сердце своём нет Бога. Они разворотились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Псалом 13 и 52. Три тысячи лет назад это было. Как будто сегодня. А вот здесь что в рулетке делается? Мужики, взрослые, анонизмом занимаются, совокупляются, наркотики принимают, матерятся. И что, это нормально? Нет, абсолютно ненормально. Это бездуховность. Это вообще ужас. Бездуховность. Мне вот 81-й год. 81-й. Я ещё ни одного матерка не сказал. А прошёл такой путь, что не каждому. Я издатель был. У меня вышли книги. А меня я первый в стране издал среди Библии, там другие. И архипелаг Гулаг Солженицына. И меня пять в тюрьм прошёл. Я знаю ту жизнь, ту. И теперь я реабилитирован, всё. А вы считаете, что Солженицын там правда написано? Абсолютная правда. У него 300... А количество жертв он не преувеличивает? Ну, понимаете, по головам не сосчитаешь. Архивы через сто лет только бывает раскрываются. Но корабли определённо показывают. 66 миллионов только до Сталина. Что интересно, пришла у нас комсомольская правда. Это известная газета. И на развороте написано, если бы большевики не победили в 1917 году, нас бы было 650 миллионов. А их 150 нету. Полмиллиарда какой змей Горыныч сожрал? За время перестройки в Российской Федерации уничтожено. То есть внутри матери 120 миллионов абортов. А во Второй мировой войне во всём мире погибло 55. Это две мировых войны. В Шреве и в Вагине женщины сгинули. Это как понимать? Вот сейчас выступал Путин перед Федеральным собранием. И он как начал, и почти до конца об одном и том же говорил, как помогать надо. У нас демографическая катастрофа. В среднем 1,7 ребёнка на семью. А у мусульман по всему миру в среднем 8,1. Что они догадались, что будет дальше? Так это понятно. Африка, Азия, всё будет закладывать. Ну всё. Земля идёт другим. У меня вот вышли 38 томов книг. Я как миссионер. И мы поехали из Барнаула. Я в Барнауле. Я помолился, и мне Бог на сердце положил. Подарить книги в бедной библиотеке. Книги особое действие имеют возрождающие. Я в пяти университетах вёл занятия. 13 школ, отделы милиции, воинские части. И три радиопрограммы. Поэтому у меня огромнейший опыт. И мы доехали до Владивостока. Потом до Лиссабона, Португалия. Скандинавию прошли, Прибалтику, Север. 650 городов посетили. И сделали подарок на 35 миллионов. Нам есть что вспомнить и порадовать. Я начальник детского лагеря основал его. 48 лет фактически. Тысячи детей подняли без помощи государству. И у нас главный лозунг. Россия должна встать. Россия-это мы. И дети скандируют каждый день. Я с вами полностью согласен. Мне кажется, что кто-то не даёт России подняться. Ну, а мы на это не смотрим. Да, Путин, да, Путин. Молиться надо. Мы за правителей молимся. Для этого встаём. Рано всегда в 4.40 у нас подъём. Правила считаем. Псалтырь. По Лестовке. Надо молиться. Мы молимся за Рамзана Кадырова, за Эрдогена Турецкого, за Нового Зеленского на Украине. Мы всех поминаем на молитве. Чтоб был мир. Чтоб Бог дал мир Израилю, России, Украине, Сирии. Кто это у вас там так кричит? Ну, дорого-то. Телефонный сейчас. Так, если у вас будет желание встретиться, вы меня найдёте в Скайпе. Игнатий Лапкин. Два слова. Это я. А если в Ютуб зайти, у нас Ютуб большой. Большой. У меня самый большой в мире Ютуб. 20 тысяч, 434 ролика. 20 тысяч. Общий просмотр 46 миллионов. Да, там у нас есть что посмотреть. Наши поездки в детский лагерь. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. С Богом. Спасибо. Всего доброго. Слава Христу. Ну, ради Бога, понимаете, это вечность. А всё, что здесь на земле, оно временное. А невидимое, вечно. Так написано. Написано. Блин, как вам объяснить. Ну, понимаете, вот вы даже один сейчас. Вы заболели. Ну, ладно, ещё там мать есть или кто-то один. Один. Вот я не знаю. Только сейчас вот недавно повредил орган один. Так у меня со всех сторон звонят, молятся. В больницу поехали. Это врачи, верующие все. Я не один. Никогда один не бываю. Мы радуемся вместе. Живём вместе. Молимся вместе. Да и так хорошо иметь общение друг с другом. И ты не знаешь... А для чего тогда вот вы говорите о том, что то, что на земле – это временно, а то, что невидимое – это вечность. Правильно? Да, так написано в Библии. А почему же вы тогда живёте сейчас ради Бога? Вы можете делать что угодно, раз это временно. Ну, Бог дал жизнь, мы благодарим. Бог знает, когда меня отозвать с моего поприща. Мне 81-й год. Жизнь вам дала мать и отец, но никак не был. А отцу-то, матери, кто жизнь дал? Её мать. Они не знали, будет ребёнок или не будет. Это первое. Второе. Они не знали, будет сын или дочь. Урод или нормальный. Ничего не знали. Они не знали, как глаза создать, как рот. Бог создаёт внутри утробы. 138-й псалом. За 3000 лет назад. Это создаёт биология. А я так вот представляю, если бы мне сказали, всё, что желаешь, дадут, только один сейчас будет безбожником, я бы отверг это, потому что я могу умереть в это время. Как это без Бога? А тут всё стоит на месте. Молишься, знаешь, Бог слышит, врагов смиряет. Потеряет. Как думаете, вы в рай попадёте? А Бог знает. Окончательно Бог решает. Но мы стараемся ни в чём не нарушать заповеди Божьи. А я, как думаете, попаду туда или нет? Ну, если я, допустим, не верю, как верите вы. Ну, я верю. Неверующий представляет Бога лживым. Да не думает он что-то получить. Библия прямо говорит. Неверующий сразу идёт в ад. Он отверг Господа. Он не просто неверующий. Он отверг жертву. Отверг искупление. Ну, он стоял на своём. То есть, Бог для него неправильный, а он правильный. А Бог дал землю, небо, всё Бог сотворил. И он жил неблагодарный, как свинья в корыте. Ну, так же у нас сейчас большинство людей в России. Не большинство. Христиан сегодня официально 2 миллиарда 200 миллионов. А те, которые признают другую религию, у них 2 миллиарда. Подпирают уже. Миллиарда хреща идёт. А зачем вам эта книга дома, если вы христианин? Не верующих. Там, агностики вместе. 8,5 процентов. Но на них падает 99,9 десятых всех преступлений мира. Сдерживающей узды нету. Твори, выдумывай, пробуй, как Маяковский говорил. Разводов. 86,5 процентов. Вы зачем эту книгу дома держите, если вы христианин? Зачем вам Коран дома? Как зачем? Люди другой веры. Я могу спрашивать, разговаривать. Я делаю сравнение. У меня 38 томов книг вышло, и один посвящён этой книге. Я могу назвать количество минут. А вы, как бы, как сказать вам, вы предполагаете то, что у них в религии тоже существует Бог? А мне не надо. У них книга, они верят. У меня Евангелие. Я не критикую ничего. Я делаю сравнение. Суры, аяты с главами стихами Святой Библии. И говорят, да там расхождений мало. 5216 расхождений. Я это могу сказать. Считать, что вот по одному часу в день это 16,5 дней надо всего. И на 2000 мусульман ни один не просчитал ещё её. Это как понять? Полный Киран, думаете, никто не просчитал? Никто не просчитал из них. И даже не могут сказать, как вот это написано. Даже не могут просчитать. Почему я должен это учить? Потому что много людей, которые так верят, я могу с ними разговаривать, называя суры, аяты, сравниваясь с Библией. Понятно. Я не только это должен знать. Ну, одно я знаю точно, то, что есть ли жизнь после смерти или нет, мы точно узнаем только после смерти. Знаете что? Ян Златоуз говорит. Вот люди говорят, нет ничего там. Он задаёт простой вопрос. А вы знаете, что такое справедливость? Ну, как когда? По правде. А на Земле есть справедливость? Да какая справедливость тут? Учитель получает 10 тысяч, а министр просвещения 3,5 миллиона в месяц. Ну, какая же справедливость-то? Сколько мы... А как же вот этот наш очень хороший Кирилл-то, митрополит? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Это, наверное, Златоуз говорит. Ну, а Бог справедливый? Тут все отвечают, я не говорю, да. Бог справедливый, а на Земле несправедливость. Это о чём говорит? О том, что справедливость в гармонию должна войти где-то не здесь, а загробной жизни. Вот эта несправедливость, и говорит, будет в другом месте расчёт. Есть Божий суд на перстнике разврата, как Лермонтов писал. Блин, я понимаю, я вас услышал, но вот по поводу Кирилла. А зачем мне, смотрите, Кирилл? Мне не касается он. Говорят, а у него яхта. Я говорю, у меня велосипед ржавый. Так я 40 лет печь и делал. У меня две голубятни, а у него, может быть, ни одной нету. Как бы весь в золоте ходит. Это разве показывает его веру? Ну, мне зачем о нём судить-то, дорогой? Написано, второе послание к Коринстам, пятая глава, десятый стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А 4, 5, первое послание говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придёт Господь и не освятит сокрытое во мраке, и тогда каждому будет похвала по делам его. А Яков 2, 18 пишет, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе из дел моих. Я понимаю, что вы очень начитанный человек, но я надеюсь, что со мной после смерти всё будет хорошо, так как я верю. Но я верю не так, как вы. Главное, что вы знаете. Ещё неизвестно, что будет впереди. Вы знаете, куда обратиться. Вас свыло волной. Ну, вспомни там. Есть такие, Иден там пишет. И где? Что осталось жить? Я на корабле. В армии служил, и на гражданке на корабле работал. Ничего нету? Пять минут, и тебя уже нету. А у меня есть такое стихотворение. Вас не утяготит, если я расскажу вам его? Давайте я послушаю. Рыбацкая шхуна с волнами боролась, стремительно крен возрастал, смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопасти, виден плавник, как туша убитого кем-то финвала корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка, объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой, о чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятие всем и всему, окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтобы к небу своей кончиной, других я увлек за собой. Красиво. А вот еще такое, как бы биография моя, я за слово Божие сидел в тюрьмах, ну, жизнь такая, не за печкой прятался. Теперь я реабилитирован, как политзаключенный. Так, пример... В тюрьме вы сидели? А? В тюрьме вы сидели? В пяти тюрьмах, ни в одной. А за что, если не в тюрьме? Никакого нет, 190 прим, в 90-е годы, книг нету, а Господь, которому я молюсь, побудил меня насчитать 50 книг в аудио. Библия, 12 томов Иоанна Златоуса, каждый том 800 страниц, это тома огромные. А за что же вас тогда посадили-то, я так и не понял. Я не кончил предложение. Среди прочих книг я насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженица на Александра Исаевича. Брал интервью репрессированных, и у меня стихотворение 4 тома по 800 страниц. Я в одном стихотворении крепко написал о Ленине. Стоит свой рот ощерев, по мету птиц подставил голый череп, вождь атеиста Сон Мещи Иуд. И меня отправили. Так я благодарю Богу, Богу благодарен, как пришлось быть там. Теперь я оказался угоден среди них. Я вернулся, стал помогать не за деньги. А тут тюрьма, СИЗО называется, 3700 сидельцев. Я перед ними выступаю.